Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ребят, всем привет! Меня зовут Сметкин Дима, и вы на моем канале Синдром Сметкина. Сейчас я нахожусь в Сочи. Я приехал сюда для того, чтобы пройти второй раз в жизни полный триатлон, 226 километров. Однажды я уже снял для вас видос, который включает в себя максимальное количество информации, которые нужно знать про триатлон. В том числе, как я готовился к этому триатлону, что нужно с собой взять и организационные моменты. Сейчас я сниму для вас еще более крутой видос с максимально насыщенной картинкой. Постараюсь добавить ответы на вопросы, которые забыл вставить в первый ролик. Но самое крутое... Но самое крутое, что я рискну и попробую сделать для вас кадры с самой дистанции. Почему рискну? Потому что это запрещено штраф-дисквалификация. Проходить эту дистанцию я буду на велосипеде Stinger. Это уже второй велосипед у меня, этой фирмы, в этом году. Я им очень доверяю, мне они очень нравятся. А теперь давайте запилим небольшой обзор моего нового Velo. И вот он, мой новый потрясающий аппарат. Давайте я вам про него немножечко скажу, прикрепляя классный видеоряд. Это модель Stream Pro. Это шоссейный велосипед. Рама алюминий, вилка Carbon. Каретка Shimano Hollowtech 2. Покрышки WTB. Передние и задние втулки такие же, как у меня на Stinger Gravix Pro. На VTEC SL Elite. Передний переключатель Shimano Tiagra 4700. Задний переключатель Shimano Tiagra 4700. Левый шифтер Shimano Tiagra 4700. И правый шифтер, как вы догадались, Shimano Tiagra 4700. 20 скоростей на этом велосипеде. И тормоза у нас на нем дисковые и гидравлические. По сути, из-за своей геометрии этот велосипед можно даже отнести в ранг дорожных велосипедов. Потому что посадка на нем более высокая и не столь напряженная. Геометрия рамы обеспечивает улучшенный комфорт. Особенно в нижнем хвате. В чем я и сам смог убедиться, активно прикатываясь на этом велосипеде, тренируясь перед этими соревнованиями. Ребята из Stinger говорят, что за счет его геометрии спина, руки и шеи будут меньше уставать даже на многочасовых дистанциях. Собственно, это я и хочу проверить. Но у меня есть к ним огромное доверие. Потому что первый велик показал себя просто превосходно. Свой велосипед покупал в магазине VELOGRAD. Ребят, прям сразу по промокоду СМЕТКИН при покупке велосипеда у них в интернет-магазине у вас будет скидка 7%. В этой крупнейшей сети веломагазинов, расположенных по всей России, продаются более 20 самых популярных марок велосипедов. Покупая велик в Велограде, вы получаете целый комплекс услуг. От подбора велосипеда до доставки его до двери. И возможность сезонного хранения велосипеда с его последующим обслуживанием и подготовкой к сезону. Сейчас мы едем на Экспо и будем регистрироваться на соревнования. Мы живем рядом с Америтинкой в трех минутах езды, чтобы жене с ребенком было удобно ко мне приходить к соревнованиям. В этом году жена и ребенок тоже со мной будут принимать участие. Жена Iron Lady, это 5 километров забег. И ребенок у нас годик, Софийка, Iron Kids. 250 метров. Я с ней побегу 250 метров на руках, на финише ей тоже дают медальку. В этот раз мы приехали в Сочи сильно заранее, для того, чтобы можно было отдохнуть с дороги, быть уверенным, что никто не простудился, отлежаться и так далее. И сейчас мы решили за два дня заранее зарегистрироваться на мероприятие. Если раньше прокатывало то, что на парковку можно было приехать чуть-чуть пораньше, она была относительно свободной, то сейчас неважно, за сколько бы ты заранее не приехал. Вот эта вся парковка перед Америтинским, вся забита тачками. Мы два дня, минут по 20 еще место для парковки себе. Мы решили начать свою регистрацию со Старкидса, потому что эта зона, самая ближайшая, расположилась ко входу. Следующий мы будем регистрировать Iron Lady, это забег моей жены. Рядышком проходит Swimstar, но это нам не нужно, это чисто плавание. Я думаю, еще многие спортсмены не приехали, но именно поэтому мы решили приехать сюда сегодня, и завтра здесь должен быть прям самый-самый жир. Это я их попросил, это они мне. Они мне позировали. Получили стартовый пакет для Софики. Смотрите, в детский пакет положили кашу с грановой, батончики. Кокучино ей точно не нужен. Какие-то скепти-карточки, браслетики. Здесь могла бы быть ваша реклама. На моем канале, разумеется. Получили женский пакет Iron Lady, в него входит маечка Iron Lady. В него тоже входит грана, в него тоже входит капучино. Слушайте, это так можно жить. Смотрите, детский пакет 1250, женский пакет 2500 рублей. И мой, 32 тысячи, а здесь уже посерьезнее. Посмотрим, что будет в моем пакете. Самый лучший, это я не знаю. Это я, Денбер. Один сит сейчас стоит 220 рублей, два горлона стоил 140. Самые красивые здесь, правильно? Да, они правы. Мне дали пакетики с кофе. Справка, кстати, нужна медицинская справка для прохождения триатлона. Так, вот паспорт, справка. Я сберу справку назад, потому что я с ней буду проходить следующую. Виктору. Прошли, потом не будет, а мы с нами ждем. Есть? Да. Да. Есть, витеринговые. Сейчас мы полностью прошли выставку и экспо, посмотрели все, что здесь есть. Сюда можно приехать на пустой машине или прилететь на самолете без багажа, но с папками. Здесь можно купить абсолютно все, что тебе потребуется для выхождения дистанции. Начиная от энергетических гелей, заканчивая велосипедом, гидрокостюмом. Продолжение следует... Транзитную зону в этом году перенесли за эмеретинский отель. И это очень плохо. Я сначала думаю, что мне это просто показалось. Из воды бежать до транзитки реально дохвеная. На очень ямах, на очень плохих ногах. Еще мокром, в гидрокостюме, босиком. Давай, давай. Ваня, расскажи, какие особенности? Сколько весит? Значит, вот этот велосипед весит 7,6. 7,6. 230-250. 230? 230-250 на Ультегре. Да ладно. А этот весит вас. Серьезно? Я тоже так умею. Я решил сейчас проехаться до ремонтной зоны, потому что, наверное, это странно. Знаешь, приехать в Сочи намного заранее, а велик отдать на ремонт в последний день, когда приедет дохерещи участников. Поеду сейчас, отдам его на диагностику тормозов обоих. Сейчас ребята из Даутов Бразерс не просто отрегулируют мне велосипед и помогли настроить мне тормоза, а сделают сейчас немножечко под меня посадку. Изменят угол руля и немножко переставят тормоза и машинки. Говорят, это очень сильно мне поможет. Я поверю. А с виду похож на что-нибудь? С виду похож на что-нибудь? Спортсмен. Похож. По ощущениям, более динамичная посадка стала. А кем это было? Это был Петр. Предыдущий механик, да? Много пил. Но с хорошим тазом. Когда ложишься на джеки, то практически неизбежно тазовая кость повернется. И здесь момент какой. Все индивидуально. Поймать вот этот момент, да? Поймать, да. Здесь ты промежностью ложишься прямо на носик седла, да? Ага. И все вдавливает внутрь. Ага. Долго так сидеть не сможешь. Начнешь приставать, ерзать и так далее. В общем, надо компромисс найти. Между положением держаться руками за руль. Угу. И на лежаках держаться. Угу. Ну как оно? Вообще я плыл. Я прям не ехал, я чувствовал прям, что я классный. Да, Дим, сделай несколько кружочков и на разных хватах. Немножко чуть опустили мне сидение и пониже сделали вынос. Конкретно на этой парковке, вот вместе с этими тачками, находятся велосипеды, которые спортсмены транспортировали сюда из своих городов. Это велики, которые не летели сюда с самолетом и которые спортсмены сюда не везли. Мне кажется, это вполне себе удобный сервис. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас Dima у нас ведет стрим, показывает в прямом эфире, что здесь вообще происходит у нас. Вот там много-много разных вопросов. А нам два дадите за один QR-код? Да. Я не буду с ним просто пикинуть на бутылке. Прошу хорошо, вот ваше. Отлично, спасибо. А у меня здесь люди в прямом эфире просят, чтобы вы вышли в полный рост. Мне очень понравились ваши шортики. Я решил купить себе пластырь, потому что я буду бежать не в какой-то там спортивной одежде классной, я буду бежать в футболке похожей на эту, а соответственно хлопок будет натирать сосочки. Я ни разу этого себе не испытывал, но все говорят, что так оно и будет. Поэтому я не буду рисковать сосочками. Время 9.40. Я сейчас просыпаюсь один день до соревнований. Я позволил себе сегодня выспаться по санкорному, чтобы спать хотя бы 9-10 часов, потому что до этого толком отдохнуть не получалось. нужно набраться экстренно много сил. И сейчас покажем вам запаковку мешков, которые я буду брать с собой в транзитную зону. Спасибо, как я. Видишь ларочку? Спасибо, мой певетенок. Еще один хороший вопрос, который часто задают подписчики. И мне кажется, сейчас его ответ будет как раз таки в тему этого ролика. Это пью ли я какие-нибудь витамины? И как я вообще восстанавливаюсь между своими длительными велопутешествиями? Несколько раз в год я пропиваю курсы Animal Flex, Animal Pack. Постоянно пью коллаген. И раз в 3-4 месяца я периодически пропиваю мельдоний. Настал момент, который в моем теле вызывает, наверное, самую максимальную мандражированность. Это сбор пакетов, которые я буду расставлять в транзитные зоны. Тем более, в этом году у меня транзитка не очень понятна. Она находится далеко от воды. Теперь у каждого велосипеда стоят пластиковые коробки, в которых я складываю вещи. То есть мне пока не понятно, где я буду переодеваться с велосипеда на бег. В этом году векзоте прикольные, относительно качественные. То есть есть ощущение, что, в принципе, можно с ним спуститься в бутро, и он даже не разлетится сразу же. У нас есть пакетик с наклейками. В нем шапочки бесплавания. В шапочке должны плавать все обязательно именно в этих. Строго по регламенту никто не может плавать своих. У нас здесь есть наклейки, которые на белой этапе я клею себе на спину. А на беговом этапе она у меня на груди. Или наоборот, точно не помню. Слайверы на пиво. И здесь есть инструкция, какие наклейки, куда клеить. Самое главное – мешки. Мешки каждой своего цвета. Этот мешок для камеры хранения. Я сюда убираю вещи, в которых я, предположительно, приду из отеля, если у меня нет друзей, жены, ребенка, и некому отдать свою одежду. Либо опять что-то пошло не так, либо где другие мешки. До этого сюда было три мешка. Один для камеры хранения, один для переодевалки с воды на вел, и один для переодевалки с вела на бег. Я только что созвонился с одним из участников, и он подтвердил мою теорию, что вся транзитная зона будет в одной коробке. То есть не будет вот этих вот мешков, как было всегда. Все вещи будут лежать просто в одной каше. То есть я прибегу из воды, мне нужно будет вот в этом огромном количестве вещей найти то, что я переодеваю на велосипед. Когда я прибегу с велосипеда, я должен, видимо, буду из этой коробки достать мокрый костюм, который там промочил все носки, и переодеться в беговые вещи. Здесь есть у нас кофе, агронола, скидки от партнеров, какие-то карточки, брелочки. Вот эта вот баночка с чем-то. С энергетиком. С энергетиком, да. Приклеиваем переводные татуировки вот сюда себе на кисти. Но мой совет делать это не сейчас, делать это прямо перед соревнованием, потому что они офигительно элементарно вообще стираются с руки. Затем мы достаем шлем. Запомните этот момент. Я и шлем. Третий раз в жизни. Во-первых, мы одираем с него наклеечки со старого, Iron Star. Теперь мы берем новые наклеечки, клеим куда-то сюда же. Опознавательные символы. Одну наклейку мы клеим на мешок, чтобы понять, что этот мешок наш. И вот такую наклейку мы клеим вот сюда. Вот так вот. Чип мы вешаем сюда на ногу. Вот таким вот образом. Чтобы ничего не забыть, на всякий случай я пересматриваю свой же видос, который я снял в своем предыдущем участии в триатлоне. Как я уже и говорил, здесь максимальное количество информации, которую вам нужно знать для того, чтобы поучаствовать. Поэтому, пересмотрев это видео, я уже точно ни в чем не должен ошибиться. Как говорят взрослые и серьезные дядьки-спортсмены, Iron Man, я буду называть это мероприятие Iron Man, потому что Iron Star это просто другой организатор. И согласитесь, почти каждому из нас проще называть эту гонку Iron Manом. Это гонку, которую нужно проходить практически играючи. Это гонка, пройдя которую, у тебя должно остаться сил еще, наверное, на половину такой же гонки. То есть, это мероприятие, после которого ты не должен падать замертво. Конечно, должен, если ты ставишь рекорды и борешься со временем и с другими участниками. Но по факту, после прохождения на лице у тебя должна остаться веселая эмоция. Но я не могу сказать, что это мой вариант, потому что в гидрокостюм я не вылезал два года. с момента прохождения предыдущей гонки. Вся моя подготовка к велосипеду это... А вся моя подготовка это примерно вот что. Давайте я вам коротко расскажу про свой уровень, чтобы вы могли оценить свои способности. Для того, чтобы финишировать триатлон, вам нужно хорошо плавать, хорошо ездить на велосипеде и хорошо бегать. Из этого всего пересечения у меня есть только с велосипедом. Но и то ровно в том количестве, которое вы видите на моем канале. И то, это в формате велопутешествия. Это совсем не велоспорт. У меня нету гонок на предельных скоростях и гонок на предельной выносливости. Я езжу долго, я езжу по много километров, но тут не всегда есть пересечения даже с правильной техникой езды. Естественно, у меня нет никакого тренера и тренировки по 7-8 часов безостановочной езды я себе не устраиваю. Идем дальше. Плавание. Плавать я научился относительно правильно 2 года назад, перед предыдущей попыткой пройти свой первый триатлон. По словам правильно, я имею ввиду дышать в воду и вытаскивать голову на 3-4-5 взмахов руки, чтобы забрать воздух. Плавать я научился онлайн за 3 тренировки, за полтора месяца до предыдущего триатлона. Больше в эти 2 года между двумя триатлонами я не плавал. А воскресить свое плавание я решил сейчас так же за месяц до соревнований без гидрокостюма. Причем была огромная ошибка. Но об этом чуть позднее. Ну и бег, 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 бег. Я иногда бегаю. Совсем иногда. Но не больше 10 километров. Десятка в среднем. Хотя, знаешь, между этими двумя триатлонами я бегал столько раз, что в принципе их можно вспомнить и посчитать. До сейчаснего триатлона крайний раз, когда я пробегал 42 километра в своей жизни, это было, знаешь, когда? Два года назад на предыдущем триатлоне. Больше 42 километра за это время я не делал. Ну и отличительная особенность прохождения сочинского триатлона от других триатлонов в том, что даже чемпионы, которые гонятся за временем, закладывают себе к этой дистанции плюс час-полтора к своему лучшему времени. Со второй попытки мне не получилось велосипед поставить в транзитную зону. На то есть причины, которые в принципе логические. Лежаки должны быть заткнуты пробочками. Причем пробочка прокатит даже вина, как мне объяснили. Но есть причины, кажется, нелогические. Я сейчас должен быть в шлеме на момент постановки велосипеда в транзитную зону. И на мне сейчас должен висеть номер участника. Хотя я не сейчас прохожу гонку, я не в этой майке буду проходить гонку. Булавочек нету, как крепить непонятно. И все бы ничего, но через 20 минут у моей жены начинается гонка. А я тут такой стою с велосипедом, я должен провожать ее туда. И как это все организовать? Куда мне сейчас кинуть вел? Машина полностью забита вещами, велобагажника у нас нет. Но я сейчас должен еб***ть с велосипедом, потому что я просто не могу зайти в транзитку, чтобы просто оставить там велосипед на 5 минут и потом уже доснарядить его как следует. Погнали! Забег Iron Lady это местами даже очень красивое мероприятие. То, что мы только что с вами наблюдали, огромное количество грациозно бегущих девушек, это был Iron Lady. Так, батя уже погнал на старт, да? Софика тоже. Сейчас мы всем покажем. И сразу после этого забега начался забег для детей Iron Kids. Участвуют дети от 0 месяцев до 12 лет, а те, кто на данный момент не способны бегать, как наша София, которая 1 год и 2 месяца участвует на руках у родителей. И в этот раз я оцениваю всю эту тусовку уже со стороны не только участника, но и со стороны родителя. Могу сказать, что это невероятно крутое развлечение. Приехать сюда со всей семьей огромное удовольствие. Можно немножко расслабить свои нервы, но и как-то заинтерактивить свое семейство. Все, смотрите, я готов к транзитке. Шлем на месте, застегнут, чип на ноге, все булавки на месте. Полная готовность к опасной транзитной зоне. Судья мне запретил вешать номер вот так. Он сказал, что у меня обязательно должна быть своя профессиональная вот такая вот штучка. она есть у всех, но я не понимаю, как ее могут обязать, как могут обязать ее купить. Вот нет, сейчас у меня ее... Ну, такой вариант булавок почему-то никому не устраивает. Я больше пугаю, когда он треск. теперь самое интересное, надо найти свой номерок. 2844. Я не понимаю, к чему они как-то вообще ни в каком порядке. 6525272727272828244. Нет, монтировали еще нет. Монтировали еще рано. Это от домой добрался. 2444. Такой массы-то не нарушается аординарик. Парусы. 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 Не буду так. Вешаем велик. Самое главное запомнить, где он находится. В идеале выбрать какие-нибудь опознавательные штуки и ориентироваться на них, потому что после воды вот такая вот каша, башка вообще звенит, ничего не понимаешь, куда идти. Давай начнем прям сразу вот так вот. Вниз я буду убирать все для бега, потому что он будет в последнюю очередь. Для бега я кладу в нижнюю часть бокса. Для бега у меня обычная белая майка. Такая же, как эта, просто чистенькая. Для бега у меня будут наверное трусы. Я подумаю про ситуацию. Во время бега я между пальчиков смажу себе вазелином. Обязательно выпью колу. Обязательно перед бегом я попью воды. Вдруг так окажется, что на велодистанции вода закончится. Такое может быть. Для бега я кладу кластеры. Беговые не изики. Это изики. Это не изики. Ну и традиционно второй раз подряд я вам показываю какую и где обувь я купил к этим соревнованиям и за сколько. Также для бега у меня новые шорты. Я кладу свежие носки. Свежие носки у меня будут на вел и свежие носки у меня будут на бег. Ну просто хочу знать, что нога приятная. Перед бегом я кладу новую пачку влажных салфеток. Влажные салфетки, чтобы притереть себе подмышки, шею, лицо, я кладу с собой ватные палочки и персиковое масло так как у меня немного проблемы с носом и мне надо его периодически пробивать. Велосипедная майка, в которую я поеду. Велосипедные шорты с пайперсами. Еще две пола. Одну выпить сразу после воды и отдыхать с собой. Еще одна вода, чтобы выпить сразу после воды. Еще одни чистые свежие носки. Зачем-нибудь изолента, но без нее вообще никуда никак. На пульсник такая рабочая штука оказалась. Так помогает во время езды убирать вот столба, которая очень новая, которая невероятно разрывает. Велосипедные очки. У меня новые очки. Без фирмы. Фирма никакая. Еще у меня с собой крепление для GoPro, но об этом никто не должен знать. Обязательный момент это полотенчик, когда я прибегу сюда из воды, чтобы протереть себе полностью себя, промежность, шею, кресло. Теперь пора расстаться со своими контактами. У меня МТБшные контакты, я их покупал для надежды, что у меня получится путешествовать в контактах, но у меня это так и не получилось. Путешествия не про контакты, контакты не про путешествия. А сейчас мы пришли снова в зону экспо. Здесь сегодня весь вечер проходит паста-пати для участников половинки и полной дистанции. для того, чтобы участники могли закинуться в облеводами. Паста раздает деньги. Мы хотели показать момент с пастой, чтобы показать, как здесь все классно, как круто все проходит, но мы не будем стоять, потому что очередь вон туда-туда. Пойдем на брифинг, иначе мы пропустим его. В американском отеле находится зона платного брифинга. Зона бесплатного брифинга находится здесь же, где и паста-пати, где и зона экспо. Сейчас мы идем как нужно проходить транзитные зоны, какие-то мелочи, что запрещено, за что дают штрафные секунды и так далее. Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Второй год подряд приезжая в Сочи на триатлон, меня очень удивляет тусовка, которая там происходит. Попадая в Сириус, ты оказываешься в месте, где вокруг тебя все состоит из велосипедистов. На каждом квадратном метре, куда бы ты ни посмотрел, всегда будут находиться, ну, как минимум, пару велосипедов. Народ раскатывается, велики у всех красивые, все выглядят очень круто. Ну и логично, что на протяжении очень долгого времени у меня, как у многих моих зрителей, в голове застыл вопрос, что это за люди, сколько они зарабатывают, сколько стоят их велосипеды, почему в будний день они находятся сейчас там, а не на своей работе, что это место для них означает. Чем зарабатывают люди на таких велосипедах, почему они здесь и сколько стоят такое велосипеды? Велосипеды не слишком дорого, как у нас не слишком стоят. Недорого относительно того, что стоит там. Ну, типа там. 6,5 копейки. Чуть-чуть. Как соляриз бушный. 250, а? 250. Ну, выглядит, выглядит, 250 выглядит. Ну, это велосипед, еще тут колеса и всякие дошняки, поэтому... Ну, я тут конкретно с колесами почти миллион. Не боюсь, машины. Ну, а я вот типа делал, мне кажется, 300 с чем? 300 с чем? Да, да. А чем вообще занимаешься в обычной велосипеде? Ну, что вы думаете? Тренером? Тренером? Вау. Я думал, сейчас не всегда будет майнинг, потому что это такое. Удачи. Ты счастливый. Кричу на людей. Да нет, работаю в автобизнесе. А у тебя это хобби или как? Вообще, вот велик. Я думаю, строительство. Строительство. Ага. Мне 35. 35 лет. Ой, ты круто. Спасибо. Налоговый? Не, я сам участвую. Суда чисто на соревнованиях, потому что в Сочи традиционно закрытие сезона. Чем занимаешься? Не то чтобы этим вечером, а в принципе. Ну, я работаю с робот-менеджером в стилбоксе. Все, ладно, успехов тебе. Я Светлана Ушакова, чемпион Гамира по триадону. Да что ж такое-то? Почему не рвать? Тут просто людей. Ну, настолько все разный уровень, все зависит, конечно, от вашего бюджета. Какие ожидания от гонки завтрашней? Полный. Полный. достойно закончить сезон, так как сезон уже такой длинный, уже седьмая гонка получает Iron Star. И, конечно, уже хочется немножко выдохнуть. По собственному опыту могу сказать так, что организация ничем не хуже, чем на международных гонах, даже в каких-то моментах лучше. Но в таком комплекте миллион с копейками. Я тренер, тренер по триатрону. Делаю как и дистанционно, так и очно. И также тренирую маленьких детей в Баунии. Если я захочу у тебя тренировать, сколько мне это будет стоить? Определимся. Все, ну, успеху тебе. Спасибо большое. Давай. А теперь давайте наглядно покажу вам трассу, вот так вот схематически изобразив ее. Плаваем мы два круга в Амеретинской бухте. Затем мы бежим в транзитную зону, переодеваемся и берем велосипед и едем в эти замечательные горы. Два круга по 90 километров, по 45 километров вверх каждый раз. Ну, а после этого все, мы обратно возвращаемся в транзитку, переодеваемся и бегаем вот по этой замечательной локации Марафон. 42 километра, 8 кругов. Время 6.12 утра, мы приехали сюда к полшестому для того, чтобы доложить что-то в транзитку, что я вчера не положил. Забыли какие-то вещи. Проверить вемы, спустили ли колеса, никто ничего не сделает гадкого за ночь. Я еще доложил еду, доложил еще крем от загара. 6 часов перекрыли движение, но успели проехать сюда. Теперь я готов. В этом году у меня есть одно преимущество по сравнению с прошлой своей попыткой пройти триатлон. Ну, как, я не знаю, можно назвать это преимуществом или нет. Сейчас я не болею. В прошлый раз я очень сильно заболел по пути сюда и приехал с температурой 37,7 и проходил дистанцию с невероятно заложенным носом, с соплями, с кашлем. Даже на половине фотографии я еду на велике с плаком и сморкаюсь. Это я с табличками темп. Это темп, с которым проплывает человек 100 метров. Но проблема в том, что я не знаю свой темп на 100 метров. Надеюсь, увидимся раньше, чем через 16 часов. Спасибо. В этом году со второго раза я смог оценить то, что происходит на триатлоне и смог проникнуться этой атмосферой. Если в первый раз мне было это делать очень стрёмно, я находился в панике каждую секунду времени, то в этой попытке я уже знал, что со мной будет происходить, хотя это скорее минус, чем плюс. И в этот раз уже немножко получилось выдохнуть, расслабить свои нервы, поднять голову и просто посмотреть на всё, что происходит вокруг. А вокруг тебя много красивых, добрых, самоуверенных людей, которые уже чего-то добились. В воздухе летает немного паники, все немножечко чего-то боятся, внутри у каждого лёгкий мандраж, все подходят друг к другу, хлопают по плечу, желают удачи. И каждый из этих людей по-доброму хочет побороть себя. Всё это приправлено музыкой, яркими цветами и хорошей организацией. Ну а знаете, на второй год подряд у меня обострилось появившееся в том году желание приехать на триатлон в качестве зрителя. Может быть, в следующем году мы так и поступим. Ну уж очень хочется посмотреть на страдания этих людей со стороны, не думая о том, что мне сейчас придётся делать то же самое. Ты чё ржешься? Ты в рукав засунул? Да, точно. Человек не видел гидрокостюм два года. В этот раз я буду стараться заходить где-то поближе к серединке или, может быть, даже к началу, потому что мне очень стрёмно, чтобы по мне плыли и мне очень стрёмно, чтобы я тоже кому-то был тем более с ориентированием на воде у меня так себе. В отличие от прошлого раза, когда я заходил к концу, сейчас я хочу зайти к серединке, потому что опытные спортсмены сказали мне такой лайфхак, что при езде вверх на Красную Поляну к 12-ти часам дня меняются розы ветров и ветер начинает потом дуть в другую сторону. С чем я столкнулся в прошлом протяжении, мы сначала едем 45 км вверх, а 45, когда мы ехали вниз, мы ехали против ветра. Так вот, можно успеть хотя бы на первом кругу попасть не против ветра. Тогда в этот раз в транзитной зоне находиться не 17 минут. Я буду там находиться, пока не перестанет кошмарить меня. Успокоишься. температура воды сейчас 21,5 градус. Я за это очень сильно переживал, чтобы не было теплее, чем 23. Поэтому всем можно в гидрокостюмах. Это хорошо. В них плыть немножечко попроще по своим ощущениям. Он помогает немножко телу возвращаться назад, то есть немножко даже как будто подгребает. И он помогает держаться на плаву. Главное не плакать в воде. Все, давайте. Пора закончить с этого кренолиния. Напомним, это два круга 180 километров вел, помимо плавания 3,8, ну и, конечно, 42,2. Организаторы уйдут на встречу пожеланиям участников продолжается у нас с вами заход на старт. Что у нас происходит в Одессе? А в Одессе, между прочим, уже появляются здесь около пирса лидеры чемпионата России, лидеры чемпионата России, которые вот первой группой втроем уже завершают первый круг. Примерно 26 минут они находятся. А в этот момент соревнования для меня должны были закончиться. что-то очень пошло не по плану. И я гневлюсь на гидрокостюм, ну и на то, что я, скорее всего, за два года увеличился в размерах. Я не рассчитывал на воде потратить силы и так много нервов. Вода это, наверное, самое простое испытание из триатлона. Но как только я нырнул в воду, я не проплыл даже первые 50 метров. Плечи у меня жгли так, как будто у меня была в спортзале полноценнейшая тренировка на плечи. Я останавливался, я отдыхал, по тебе в этот момент плывут другие участники, они не видят тебя. И я не мог стабилизировать дыхалку, даже когда я переворачивался на спину, лежал по минуте, до тех пор, пока полностью жжение из плеча не уходило. Даже после этого все сначала три-четыре грибка. И как бы сильно я не пытался, как бы глубоко я не хотел вдохнуть, у меня грудак просто не мог распрямиться. Несколько раз, причем в самом начале, я хлебнул полный рот воды. От этого у меня еще больше паника, как то, что сейчас мне захочется пить. В общем, я болтался в воде как говно. Ко мне подплывали судьи, волонтеры, спрашивали, это сход? Нет, подними руку, если это сход. Я никак не мог найти в себе мотивацию для того, чтобы остаться в воде. И вот на эти попытки как-то исправить ситуацию у меня ушло около 30 минут. Но потом я стал замечать, что тело как-то начало адаптироваться. Я уже начал делать по 8, по 10 грибков подряд. И я поплыл. И по итогу я поплыл даже так хорошо, что последний круг я практически не отдыхал. 13 километров, которые вот участники элитной категории уже почти 13 километров, но пока сейчас те, кто преодолевал... Ты вообще такой молодец, очень хорошее время. Водичку будешь? Водичку. Не утонул. Давай мне сюда очки, шапочку. Все в контейнер. Мимо контейнера ничего не клади. Хорошо? Угу. Я не знаю, что будет. Я не пойду быстрее. В первые 100 метров я хотел сойти. Меня топило. Я тонул. Костюм убивал мои плечи настолько, что как будто это была полноценная тренировка плечей. У меня легкие не могли распрямиться. Я не мог отдышаться, не переворачиваться на спину. Ничего не спасало. Реально, я дважды хотел сойти. Я никогда еще такого не испытывал. Погнали дальше. Ошибка. Шави очень сильно натер гидрокостюмом настолько сильно, что последние полкруга плыл, поворачиваясь только в левую сторону, что очень сильно сбивало меня с курса вытереть, вытереть, вытереть. Езжай, езжай, не лапрой, давай. очки. Пригодился. Выходить из транзитки нужно с пристегнутым шлемом, иначе даже пешком не с пристегнутым шлемом это штраф. Поехали, попробуем со мной. И хоть это и вторая попытка прохождения мною полного триатлона, я до сих пор не верю, что это человеческая история. До сих пор мне кажется, что эти цифры нереальные. Но при всем при этом, я хочу вам сказать, чтобы вы ни капли не равнялись на меня. Моя попытка абсолютно не является даже близкой к показательной. Та экипировка, которую я использую, тот набор действий, который я делаю, это все даже близко, не похоже на то, что должно происходить там. Для людей транзитная зона это место, где можно выиграть огромное количество времени. Место, где они, не переодеваясь, из воды выбегают, хватают свой велосипед, садятся на него и едут. Для меня транзитная зона это место, где можно посидеть, полежать. Давай. Котик, давай. Котик, давай. Мамун, я люблю тебя, передай с Ахи. Развернулись после маленького ампендицита. Сейчас уже гоним первую полноценную дистанцию в горы. 45 километров вверх. 3 километра позади. Пока кайфово, пока приятно. Среднее пока 26,8. Привет. На воде я лично столкнулся первый раз в жизни с такой... ... ... ... ... ... на воде, чтобы ее хоть как-то разложило. Доплывать пришлось на одной ноге, потом решил совсем выключить ноги. Конец эфира, Ямеа. Только что нас речь проехала элита в сопровождении мигалок, судей. Мы сейчас с вами едем вон в те горы, будем забираться в них. Дует охеренный встречный ветер в лицо, но это хорошо. Я надеюсь, что на спуске он будет дуть спину. На спуске необходимо будет поднять среднюю скорость хотя бы до 35. Сейчас она 23. Ну и я весь в соли после моря. Подмышки, промежность, лицо, руки. Когда я был в воде, я молился, чтобы это закончилось. Я хотел вылезти на землю и начать ее целовать. Я хотел обнимать каждый твердый участок суши. У меня прям была паника. Знаешь, такой... Я не мог отдышаться. До Красной Поляны 31. Справа речушка. Это немножко радует глаз. Я стараюсь пока что ехать на одной передаче, лишний раз не переключаться. Выбрал для себя, чтобы крутить чуть-чуть почаще, без лютого напряга, но и так, чтобы не моросить. На маленьких подъемчиках я немножко приподнимаю сиденья, хоть я этого и не очень люблю. Потом заново нужно искать ту самую точку, а после воды мокрую соленую промежность лучше не теребить. наглядь с камерой. А есть гели? Где гели? Смотрите, на обратном. А изотоники есть? Дальше тоже есть. еще воды. Красивенько. На этом пункте питания была только вода. Сказали изотоники и гели дальше. Я думал, что в туннеле должно быть не так ветрено. Такое ощущение, что весь ветер со всех гор скопился в этом туннеле. Но то, что меня обгоняют, это тоже хорошо. Значит, до этого момента я был не последним. Спасибо! Переключимся. Участники объезжают тебя просто на невероятных скоростях. Мне даже подумать страшно, как можно развить такую скорость на велике за счет чего. Ноги, аэродинамика. Что? Ты смотришь на все и думаешь, блин, что я-то здесь вообще забыл? Какой шанс у меня вообще уложился в лимиты, когда люди на велосипеде в 15 раз дороже твоего проезжают мимо тебя на скорости в 2 раза больше твоей. Велосипед ведет себя хорошо, переключатели работают прекрасно, посадка удобная. А еще захотелось в туалет, не по-маленькому. Я надеюсь, что это ложный позыв отлично 30 километров. Через 15 закончится половина первого круга, но это не такая хорошая новость, потому что я знаю, что там будет в самом конце. Ребята, не судите строго, но не научился я по-взрослому смыркаться, вот как батя, что прям а сейчас все, велосипед, ноги, соседние участники, все было бы в соплях. Вот про что я говорил, началось лютые подъемы. Ну вот, привет, средняя скорость 10, проблемки, я заголодал, я прям это чувствую начинать смонраж, дикая нехватка кручения в ногах, сникерсы пока что есть не будут, на пути верт это невозможно, он затыкает все нахотенные пути. И вот теперь самый сладкий момент, подъем 3,5 километра и он жесткий. Что у вас изотоника? А изотоники есть? Будут? вон дальше у парня есть изотоник. Банан, банан, дайте побольше. Тоник. Нет, тоник. А можно я еще банан, еще банан, еще банан возьму? А гели будут вообще где-то? На следующую, да, на следующую. Бананы были лучше, что я ел в своей жизни. Этот подъем все еще продолжается, я не мог только что там не остановиться. Моим ногам конец. Я следствие велосипеда и чуть не упал. Они не могут стоять. Они подкашиваются, резиновые. Я съел в общей сложности 4 банана от жадности. Схватил изотоник, выпил его сразу весь. Сейчас могу сделать такой вывод, что даже если я второй круг проеду каким-то образом, так же, как первый, ну, в смысле, не хуже, то вниз я должен ехать ровно в полтора раза быстрее, чем вверх. Бананы, какие они были вкусные, сука, где они взяли такие бананы? Как будто сникерс, милку с цельным лесным орехом и батончик ротфронт скрестили. Вот, точно, придумаю себе отмечание финиша. Куплю все это и обмажу в шоколадной пасте МНДМС. Так, ребята, разворот небесных судей 2 часа 18 минут. Время четверти гонки. Если даже второй раз я поднимусь вверх за 2.18, это будет почти 4,5 часа. В запасе остается 3 часа. Оба раза спуститься вниз я должен пол-полтора часа. Что-то у меня есть ощущение, что в первый раз я эту гонку проходил бодрее. Я не знаю, что там произошло, почему так лежал мотоцикл. Но там лежал велосипедист и его закинул вот на эти вот борта. И он лежал в неестественной пульсе. Я очень негодую. Я уже еду вниз, а я все еще без гелий. Я нормально не подпитался. А мне уже прям надо-надо. Я рассчитывал, что они здесь будут. Я без своих гелей еду. Как тяжело даются прямые. Не хочу смотреть на время, не хочу смотреть на расстояние. Такая постоянная дилемма на спусках. Что же выбрать? Просто занять позу чуть более аэродинамическую и скатываться как есть и дать отдыхать ногам. Либо наваливать еще ногами. Что в принципе-то особо мне ничего не прибавит. А вот ноги беречь это прям моя тема. Если я приеду на разворот и на часах время будет больше, чем 3.40. На второй круг можно даже не пытаться ехать. Что-то еще стоит скорая. Что здесь? Стоит вел, валяется шлем. Никого нет. вода? Одну пока. Изотоник. Бананы. 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 Спасибо. Гель. Можно гели побольше? Штучек 4-5. Наверное, это жадность. Блин. Что здесь у нас сис и что-то новенькое. Ладно, пополнил все запасы и потерял на это очень мало времени. Хорошо. Хорошо. Субтитры Субтитры Начало второго круга И время, ребята, это невероятно 3.39 Всего лишь минута меня отделяет от фейла А еще у меня офигенная группа поддержки Жена только что нарисовала плакат с метки вперед Варила меня на трассе, встречала с ним Бодряк уже не тот Ноги уже Сать охота Желудок распирает от какого-то лютого объема хероты Почему я сейчас должен проехать лучше? Как? Благодаря чему? Что должно стать круче сейчас? Ну погнали назад Нутеллу и батончики Ротфронт Вода нужна, все хорошо? Все хорошо? Нет Ногам пи... Ушел в закат Вот сюда у них заезд на финишную прямую Камар, уйди Вот, здесь второй круг, а здесь заезд Они сидят и никаких указателей нет Соответственно, все путаются и начнут где-то вот здесь вот плутать Вот сюда в самый начало я заезжаю уже не так бодро и уверенно, как заезжал на первый круг Туалет работает, да? Да, вот Ребята, прием, прием Сейчас будет разворот Вот сюда вот, направо, пожалуйста, ускоряйся Дима, гони, гони, гони Давай еще немного, последний этап Быстро-быстро-быстро-быстро Аккуратнее Давай, 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 давай Вперед, вперед, вперед 10 километров в час 18 1 час 8 километров Ты пробежишь Сто процентов Дима заказал нутеллу, батончики Вот я его жду Он сейчас должен мимо меня бежать И вот такой плакат Думаю, вы все помните Его пробежка до Финляндии Я думаю, это его должно подбодрить Что это? Что это? Я тебя не вижу Зайка, во сколько я стартанул? Пожалуйста, скажи, что это? Мутелла София пришла поддержать папу Папа сейчас будет пробегать третий круг 15 километров Папа! Папа! Софи, люди, знаете? Сто процентов Все, давай, кончик Давай, держись, держись Три-кал-калині, стifically Давай, последний круг! Дим, тебе все передают огромный привет и поддержку из закрытого сообщества. Здесь остали у них бананчики, апельсиночки, там и затоники, кока-кола и водичка. Бима свет, Бима свет! Дим, тебе придется ускориться. Время очень мало. Диман, давай еще немного, немного совсем. Давай, давай, давай. Давай, немного, немного. Синдром Сметкина. Давай, давай, последний, последний смор. Да, идем на финиш. Дима! 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 Молодец! Молодец! Дима! Дима, два года назад, в 2020 году, очень интересный участник Димитри из Украины до Финляндии. За развитие регистра донорства Костова Мозга в России ведет свой канал на YouTube. Синдром Сметкина. А он еще и художник, и фотограф. Здесь его поддерживает его семья, жена, дочка, теща и оператор Ваня. Все может быть. Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Как я и хотел, для меня это испытание закончилось. Я смог это сделать, я прошел его. Сам я себя могу назвать молодец. Снова я это сделал. Снова я сам себе даю обещание, что это был крайний триатлон в моей жизни. Спасибо тебе, что ты посмотрел этот ролик. Оставайся на моем канале, не уходи с него далеко, а еще лучше подпишись. И самое главное, не забывайте про правильное и качественное восстановление. Оно не менее важно, чем полноценная подготовка к триатлону. Субтитры создавал DimaTorzok